Доброе утро всем тем, кто смотрит мои видеоролики. Большое вам за это спасибо. Всем тем, кто ставит лайки, спасибо вдвойне. А тем, кто пишет комментарии, я вас вообще всех люблю. Спасибо вам огромное. Мне очень это приятно на самом деле, что наш курорт Анапа, Витязева, нужен всей России, приезжать отдыхать к нам. Многие в этом году из-за того, что была закрыта Турция, заново открыли для себя наши курорты. Я очень много положительных отзывов слышал, что многим понравилось. Ну, конечно, есть те, кому не понравилось. Всем абсолютно не бывает такое, что все нравится, все хорошо. В общем, в этом видеоролике я приглашаю вас прогуляться от речки Анапки до Капитана. Или нет, до Капитана пойдем, не до парохода. В общем, наш видеоролик начнется от этого моста. Я буду стараться с этого видео, или даже с видео раньше, вставлять карту, показывать вам, где это, что это. Потому что многие пишут, Юра, добавляю, потому что мы не можем понять, где ты находишься. Вроде бы, как бы объясняешь, но на карте будет более понятно, что потом летом можно было прогуляться, где-то твоими путями. В общем, все это будет делаться. Приятного просмотра. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Сегодня наш маршрут будет пролегать от речки Анапки с моста по всей улице набережной до ее конца. Мы с вами пару раз подойдем к морю, пройдем аквапарк «Золотой пляж». На центральном пляже выйдем к берегу. Это возле парка «Тридцатилетия Победы». И также в районе начала каменного пляжа тоже подойдем к морю, посмотрим на него. Затем мимо парохода поднимаемся по лестнице и двигаемся до конца набережной улицы в район морпорта и отеля «Капитан». Приятного вам просмотра. Надеюсь, вам понравится. В общем, стою я на мосту, который соединяет Анапу и Пионерский проспект через речку Анапки возле моря. Вот там панорамная съемочка сразу, где, что и как это находится. Что вы видели. Вот там летают чайки, бесятся. Давайте сходим мы с ними, посмотрим, что там с ними происходит. Что-то может быть интересное. Потом духа тоже не продается. Травка идет вокруг зеленая. Сегодня у нас, получается, уже месяц октябрь, 22 число, 2016 год, на градусники с утра было минус один, наверное, когда я из дома выезжал ноль. Сейчас район 11 часов утра. Я снимаю сегодня уже второе видео. И в нем мы пойдем гулять с вами под пешеходным зонам Анапы. Сейчас глянем на чаек, там их походу кормят. Красота тоже. Там что-то и кошечки гуляют. Это, кстати, одна из достопримечательностей. Мужик с посередине белой шляпы. На скульптурных композициях не становится. Вот мне эти надписи больше всего радуют. Больше всего портят скульптурные композиции. Вот что они бесят, их тут хлебушком кормят. Тут киска сидит. С чайкой вдохло, что ли, играется. Кто-то подбил бедную. И киса с ней возится. Играется даже. Есть ее хоть, что просто играется. Она поймала, что ли? Не знаю. Так. Двинулись дальше. У нас здесь очень часто на разных стадиях моего обучения в разных местах проходили всякие соревнования. Особенно в такое осенне-зимнее время. Потому что здесь как раз получается такое асфальтовое место. Никого практически нету. Это вот где мы сейчас находимся в районе островка. И здесь вот вход на пляж. А пойдем в ту сторону гулять. И вот мы тут бегали туда-сюда-обратно. Всем тем, кто будет смотреть видео, кто меня знает и помнит. Привет! Кто со мной учился вместе. Было весело здесь бегать. Ну, такого количества как бы точек войсков и всего прочего-прочего здесь не наблюдалось. С каждым годом количество, конечно, этих мест увеличивается. Чем дальше, тем эта тенденция все хуже и хуже становится. Все застраивается. Полный странный. Сейчас вообще здесь лес был. Спокойно можно было подойти к речке Анапка. Сейчас одни кафешки стоят. Такое ощущение, что люди приезжают все-таки пить и есть. Ну и спать. Надо больше прогулочных мест устраивать. Ну, надо лучше они. Прогулочные места не приносят дохода. Такого, какого хотелось бы, наверное, многим очень. Паркам они никому становятся неинтересны. Их тупо застраивают. Ну, сколько мы идем. Раньше вот сейчас Солгород, вот с этой, с левой стороны от меня все было парком. Здесь можно было погулять. Деревья, леса. Сейчас. Вот сейчас даже будет, наверное, видно это место. Которое тоже обнесли забором каким-то. Склад какие-то. Фиговин. Парковка. В общем, вот так вот все это весело сейчас выглядит. Вон они, деревья, которые остались. А здесь вот все было в этих деревьях. Жалко, что так происходит. И мы двигаемся дальше. Кстати, может подойти? Пойдем туда. Подойдем, посмотрим, как выглядит на месте речка Анапка. Я думаю, что это многим тоже будет очень интересно посмотреть. Что насчет? Единственное место, которое осталось. Что спокойно можно было подойти. Когда-то раньше в Анапку тоже заходил пеленгаз. Кто-то это может помнит. И здесь вот он кишил в этих вот как раз местах на тройники. И вот тут все пытались стягать. Ух-ух. Вот он, речка Анапка. За ней, вон туда дальше, получается, там уже северный рынок находится. И Пионерский проспект. Удалил предыдущие ролики, которые снимал в Анапе. После этого видео надо будет поудалять. А то всего 38 минут мне отведено на съемку этого видео. Ну, как показывает практика, 38 минут это вообще ничто и ни о чем. раньше здесь вот не плитка была, был асфальт. Сейчас вот что-то в огородили. Сейчас на красивее стал. Такие вот инсталляции цветов, цветочных горшков. Тоже довольно-таки очень красиво смотрится. конечно, было бы гораздо круче, если бы вот как елочки здесь было побольше деревьев. А не у таких вот мест. иллюзион парк 3D. Головы всяких динозавров. Диноприз. Да, все круто. Зачит. Даже здесь вот видите все-таки симпатично, чистенько, можно сказать. Какие-то отдельные листики это уже не в счет. Сегодня с утра когда шел, увидел людей, которые ушли убирали тачками, граблями, свинниками. Было приятно это видеть, что не заброшено, так как у нас витязио все-таки Анапу подводит к тому, что он круглогодичный корот, и что даже в этот период времени надо ухаживать за всеми улицами, тротуарами. Это на самом деле очень хорошо и очень приятно. Ладно, там за пряжем не смотрят. Допустим, это еще полно море, там очень прохладно. А буквально, вот видите, море идет с той стороны, где я шел. В небольшом отдалении, то есть уже температура воздуха приятная, нет такой сильной сырости входа и можно спокойно вот так вот гулять, прогулеваться. Это очень хорошо. Вот тоже один из входов. на пляж, на который очень много людей в России ходило. Ну, мы двигаемся в дальнейшем направлении. Может, что еще интересное встретиться нам сегодня и чайк два раза снял на одно видео, на другое видео, на Анапе, на море. Едва лебеди не встретились. Вообще, хороший день. Редкие листики попадают под ноги, так приятно шуршат. Лайш. Какая-то охрана имеется. Пляж объединение курортных послуг директор по пандопова. Классно вообще. Объединение курортных послуг. сплошные торговые жители. Просто сплошняком. Почитайте, каждое релетное около 300 тысяч стоит. количество взываемых за аренду. Самое интересное, что всегда радовало, то, что все то барахло, которое продается в этих ролях, все покупается, возится по домам. им завален весь там Алиэкспресс, заказывайте. Нет, народ с юга приотдохнулся, это билибердург. Я вот выхожу, допустим, на параллель погулять, вот что только не продается, но что-то увидеть довольно-таки полезное или нужное, вот я ни разу не видел. Я вот думаю, кому это все надо, и люди берут, тем более центральный пляж еще один выход, что-то у нас каждый 100 метров центральный пляж, кафе Ирина, все так же за сеткой, с левой стороны тоже кафе зона, кафе не с названием зона, а кафе, зона для кафе, оно тоже очень давно появилось, красивое, даже лебедь на потолке присобачиваем, в общем, отсюда я начал съемку своего прошлого видео, посвященного центральной набережной пирсу и речке Анапке, и вот мы оттуда уже вернулись по этой дорожке буквально за 10 минут, хотя на тот видеоролик я потратил 30 минут где-то, не знаю, после монтажа сколько останется, а вот здесь проходил, тут уже музыка играет во всю, не убежишь, а, что-то с колонкой наверно пришел, нет, там работает заведение нужно прийти, что-то будет есть, не то, нет, там в погоде такая, солнечная, ветрог нету, что дома сидеть, а, нужно просто идти, не уделять такую собору, а в другой стороны сбор, песочек молоден, так, там, здорово, у меня, просто, ты где, я в кафе таком-то, интересный, 5 метров называются по-разному, вот как бы, почему, найти человека в каком-то именно кафе, на меня вообще жуткий вопрос, еще одно кафе, колонны, малоны, архитектурные дельфеймы, сантаписим, давайте посмотрим, вот эти рубашки, футболки, кафе «Золотой песок», магазин, рабочие, можно было вот это с одной стороны аквапарка, сразу сюда пройти, а вот он, аквапарк «Наталь», «Золотой пляж», как он называется, надо будет летом, в начале сезона, я скажу, тоже, видео сниму, как это что-то выглядит, как получить разнообразие, работает, вот этот магазинчик работает, вот, посуда работает, ну, ну, что так, людей вообще никого, но магазин работает, может, может, хозяева себя, дома не сидит, а может, нет, такой, зелье, идешь, вот, если не сказать, что сегодня, отказов, 22-го числа, через, кругом месяцем, Новый год, не поджать вам, там, видите, в бассейне, частично замерзшая водичка, вот, он подставился, там, где был тенек, он еще не подставил, и все замерзший, кстати, как выглядит, аквапарк, как-нибудь, вся панорамочка, двигаемся дальше, маби, косой клуб, тоже, но, особо, посещаемый, памятник, открытый, заведенный знак, этот маби, полк, 13 сентября, последнего месяца, вот так вот, набережную, не оформили, не так, красиво, ну, там, в смысле, ну, заглянем, петок, интересно, и посмотрим, вот, кто-то, яхту, прям, на яках кинул, зарендное место, не платить, вот, красивейшие виды, двигаемся дальше, на яках кинул, яхту, висок, и, яхту, и, яхту, и, 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 Я, кстати, очень давно в этом месте гулял, вот проход на море, да, вот выкидываем по странам, чтобы, как бы, клювшуюся половину-два дня и одну нохочь, счастье, здесь все покрытие, все дела, ну, бас, уже на море, мы выйдем с вами еще на море, мы выйдем вон туда, ближе, где центральный пляж. Вот такие классные, интересные деревья, почти не видел, на самом деле очень круто, ну, тоже, да, куча магазинов, уже такой узкий проход, да, она, по-моему, уже вообще ни о чем. Если так, да, со всеми узких операторов, давайте продолжаем рейтиться. Покупаем эти лапки-шавки Парел. Парел. ну, там как-то в магазин них провозают, инсекционируют. Покупаем эти лапки, фото-печать, что-нибудь. Прямо в аптеке причем. Если лекарства не ползут вам, фото печатать на памятник. Родители, тысячи грузов. Принизная выпуска бабочка. Вот здесь вот этот проход я ходил. Сейчас мы что-то подкрыли. Ласковый берег один. Вот это вот у нас. Ласковый берег везде. Люди на полиции СССР. Русские бисестров, а русская бисестров. Ласковый берег один. Что это так? Мы какие-то наши предприниматели. Типа что там придет и не будет гордиться. Посмотрите. Ласковый берег, наверное, два. Там играет музычка. Впереди администрация. Чего? Бесплатный комп... Вы почитаете это? Что за было? Бесплатные комплексные обеды. Ласковый берег, вход бесплатный. А, это благотворительная типа акция. Ну, дай бог, дай бог. Вот он. Проход люди здесь. Немножечко гуляют. Фонтан уже не работает. Здесь я тоже вечером снимал видео. И на обратном пути я пойду. Вон там сейчас люди проходят, получается. Вон там. По лесенке. И сниму видео. Еще по улице Горького. Вон там немного времени. Как они сейчас выглядят. Может, подойдемте посмотрим по фонтану. Что-то еще пока не висит. Что-то еще пока не висит. Сейчас мы посмотрим, как здесь чай отходят. Что-то еще когда-то приходит до сих пор. Что-то еще когда-то. так вот выглядит самый-самый центральный пляж здесь кусок до сих пор он такой топтанный и здесь ракушек почти что нету вот буквально были возле пирса на прошлом видеоролике просто море и куча здесь все пособрано чуть-чуть есть но такие невзрачненькие скоро появится должны лебеди часто каждый год здесь бывают в этом году я двоих лебедей снял на прошлом видео опять записываю все пойдемте дальше смотреть каменный пляжик кусочек бухта для катеров и лодок на рекламу давайте здесь чистое селье по второму не покажем температуру так время сих пор бесплатных обедов приколи Гирио Саурма Почему этот пляж никак не называется? То есть тот направление возле... Тоже его направляется? Так. Кстати, димой, как раз, чуть-чуть расстояние гораздо быстрее проходит. Все потому, что он меньше отвлекает. Уже и нет. Все, мы двигаемся дальше. Небольшая заминочка. Надеюсь, микрофон немножко низко упал. Надеюсь, звук от этого не сильно пострадал. Вас приглашает Анапский археологический музей. Заповедник «Античный город Горгия». Анапский музей-заповедник «Античные цивилизации». Кварталы длиннегреческого города. Улицы и колодки. Оборонительные сооружения. Старкопады. Надгробные плиты. Проблемы храмовой архитектуры. Наход в части хозяйственного назначения. Здесь и в сельсове. Завидает в местном месте. Немногие манеры. Мрановые и доработовые сатурели. Бронза, стекло, тирамика. На низких желающих местах. Дизитин. Так вот красиво оформлено все. Но опять-таки все эти кафе уже повылазили на набережную. Места мало что для всех. Вот для прохода людей это совсем узкое место. Зато под кафе, бары, рестораны там. Прям не жалеючи. Продолжаем съемочку. Красивое здание. Здесь, получается, справа пойдешь, на нижней набережной попадешь. Сейчас, я думаю, дойдем. Но вернемся и пойдем дальше по лестнице. Покажу, как выглядит все-таки каменный берег. Слева какой-то пароход. Королкий клуб тоже называется. Теплее. У меня сопли пропали. Что-то заметил. Каскад лавочек вдоль водички. Здесь забора не было. Теперь забор поставили. Вот такой каменный вид. Чайки, которые ждут хлебушка. И вот там вот было, на центральном пляже. Менимся дальше. Вернемся на истинный наш путь. Вот это, в этот момент, насладись им. Да-да. Вот это называется парк-отель Анапа. Здесь можно вытекать из эстрады. Пройти туда. Мы двигаемся по лестнице мимо парохода. Вернемся на истинный. Постараюсь помягче. Чтобы движение не было. На заднем фоне у нас вылезает долгострой. Который никак не построят. О, звуки болгарок. Прям радует. Ну, спортсмен молодец. Вот этой дорогой мы пойдем. Если, то придем к родине. Театральной площади в Анапе. Вот мои любимые шарики. Сколько здесь красивых фотографий сделал. Невоверное количество. Вон паруса. С кораблика сняты. Алые которые. Ну, такая пустынная набережная. Кстати, неожиданно. Может, потому что сегодня не рабочий день. Вот, не рабочий, наоборот, рабочий день. Так вот оно выглядит. Вот это музей Гаргиппе. Довольно-таки интересное место для посещения. У меня в инстаграме есть ихний инстаграм. Они на меня подписаны, а я на них. Если кому-то интересно, зайдите, посмотрите фотографии. Очень классно и интересно это все. И сейчас разные виды. С верхней набережной. На полном посмотрим. На крышах пасутся чайки. Так. Знаете, какой киса сидит. Да, киса? Кс-кс-кс. Мяу. Анапских котов. Что-то. Как ты в этом году очень много увидел. Почему? Что очень-очень странно. Ну, вот как есть. Кафе-причал внизу находится. Вот так вот потрепанно выглядит этот кораблик, по которому все лето прыгали. Наши гости курорта. Такой непотребный вид теперь у него. Фотографируюсь, говорится, не хочу. Но пока он никому не нужен. Пустынная набережная. Можно сказать, уже время к обеду подходит. На улице, честно, стало тепло. Я сейчас уже без перчаток снимаю. Мне нужны. Довольно-таки комфортная, классная температура на улице. Вот такие красивейшие виды открываются у нас отсюда. Кораблик на Риге стоит. Так. За ним как раз поселок Витязева. Вот как выглядит эта набережная. Волно-рез. И двигаемся дальше. До конца времени на снятие этого ролика у меня осталось еще почти 9 минут. Может чуть-чуть меньше. Но я думаю, я спокойно успею дойти до капитана. Небольшую панораму. Все-таки это одна из самых визитных карточек, наверное. Анапы. Это набережная. Вот она самая посещаемая. Если на прошлом видеоролике ту, которую я снимал, туда не очень много людей доходит, то здесь количество гуляющих постоянно зашкаливает. Куча всяких приглашающих и предлагающих свои услуги людей. В этом году здесь игротека появилась. Ну все, бред полный. На набережную вытащили карусели всякие. Я нашего мэра не особо... Хотя я видел прикол. Вот он, кстати, вход в Горгипи. Вот отсюда видно всякие колонны, статуи. Там есть раскопанные улицы, кварталы городов. Города старого Горгипи. Здесь вход в клуб Sunrise. Я так понимаю, что это на их крюше сделали все это. Причем, честно, все работает. Карусели, марусели, все что хочешь. О, сейчас подойдем к санаторию Анапа или гостинице. Не знаю, как честно правильно назвать. Вот старый-старый, получается, дом отдыха назовем его. Немножко вот реставрировали его. За такое огромное спасибо, когда старые здания остаются в первом здании. В величии и красоте. На самом деле это очень-очень классно. Какие-то колоннады. Просто супер. Поближе подойду к центру. Старинная Анапа. Правильно называется. Вот как он выглядит. Был пристроен у него. Тут все магазины, бутики, что угодно. Ну, само здание сзади, которое находится, у нас все-таки довольно-таки старое. Вот, давайте теперь панорамку этого отеля. И вот он сам, капитан. Подойдем к набережне, снимем еще один панорамный вид. И я выйду туда дальше. И покажу, как я в прошлый раз пошел на тот самый проход. К новой набережне. Чтобы, если кто-то пойдет отсюда, тоже могли туда добраться. Так, вот это у нас все выглядит. Вот они, катера лодки, которые увозили вас все это время. Катера всевозможные стоят здесь на хранении. Кстати, вот морская рыбалка на катере с приготовлением рыбы на борту. Со своим снаряжением 4 часа 500 рублей, без своего снаряжения 3 часа 800 рублей. С приготовлением рыбы на борту. Вот так вот. Что ты там с рыбы приготовил на борту? Остается все меньше и меньше времени нам для снятия этого ролика. Ну, я думаю, не хватает. В общем, спасибо всем тем, кто прогулялся со мной. Кому понравился, кому не понравился, высказывайте свои эмоции. И отель-капитан, и кафе-капитан. Все здесь находится. Вот это вот здание, высоченное. Это Анапа-Океан называется. Здесь также находится ля веранда. И вот я выхожу, получается, также к макскому порту. И здесь, чтобы попасть с этой набережной, вам надо просто перейти вот эту дорогу прямо. И он уже виден, даже на тот экскурсиваряк. Которого я шел в прошлый раз. И двигаться туда, в том направлении. И вы попадете туда, куда хотите. На новую набережную, либо до маяка можно дойти. Вот он. Анапский морской порт. Спасибо всем тем, кто досмотрел мой видеоролик до этого места. Пока мы гуляли, на улице уже стало плюс пять. Уже можно раздеваться. Практически очень ярко светит солнышко. Не забудьте поделиться этим видеороликом. Поставить лайк. Либо дизлайк, если вам понравилось, не понравилось. Написать свои комментарии. Пишите также, что вы еще хотели бы увидеть в следующих моих видеороликах. Какие места на полном. Видите, ближайший подснять. Буду рад побывать в самых интересных новых местах. И сделать приятно своим подписчикам. Не забудьте подписаться на канал. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.